Приветствую вас, Александр. Давайте разберёмся с тем, что вы написали. Вы пишите, что расстались с девушкой, не забран, стала она. Для этого всё было отлично. Не могу понять ни мотивов, ни поведения. Александр, я не думаю, что здесь ключевым моментом является понимание мотивов девушки по той простой причине, что это не главное. То есть, главное здесь не понимание причин того, почему она так поступила. Здесь главное другое. Здесь главное то, как вы восприняли, во-первых, расставание с девушкой, а во-вторых, здесь главное то, что она с вами решила расстаться. И теперь пытается вас уголоть. Вот, моменты здесь такие. Что дальше вы будете делать и насколько девушку вы, вообще говоря, понимаете, да, насколько хорошо вы понимаете девушку, хорошо ли вы её понимаете вообще. Потому что если вы её понимаете не особо хорошо, мягко говоря, то как бы вот с толку от того, что вы пытаетесь там её мотивы понять, да, а толку от этого очень мало. Потому что ничего от этого вообще не изменится, в принципе. Вот. Поэтому идея, идея здесь, она вот такая, в принципе идея, что, чтобы не девушку понимать, вот, а чтобы вам, самому себя понять, и чтобы понять ваши действия, насколько вы были, вот, в своём поведении, насколько вы были в своём поведении адекватны, насколько вы были в своём поведении правы, насколько вы были в своём поведении естественны, насколько вам, было, там, например, свободно, насколько вы качественно реализовывались в поведении с девушкой, вот этого, а не то, собственно, чтобы понять её, потому что вполне вероятно, что девушка себя не понимает тоже, так же, как и вы не понимает, вот. Что-то это нормальное всё, да, абсолютно. Её действие, ну, её действие похоже на действие человека, который испугался какого-то сближения, да, её действие похоже на действие человека, который испугался какого-то, там, к примеру, прошлого опыта, допустим, вот, потому что, ну, очевидно, что раз есть сын, да, есть работ, то, значит, какие-то трудности присутствуют всё-таки, вот, при взаимодействии с мужчинами. Вполне вероятно, этот опыт не даёт ей покоя. Вот. Если вы вели себя адекватно, если вы вели себя хорошо, если вы вели себя корректно, если вы вели себя так, как вам того хотелось, и вам не к чему придраться к себе в контексте своего поведения, то я думаю, что девочку лучше оставить просто так вот, чтобы она разобралась сама в суде и со временем всё это как-то нормализовать. вот, если же есть вещи, за которые вы можете, к примеру, себя корить, вот, если есть такие вещи. Вот. Вот, что вот в таком случае, да, в таком случае вам стоит, наверное, своё поведение изменить, вот вам стоит своё поведение скорректировать, вот, и, соответственно, после того, как вы это делаете, можно опять вместе с девочкой сблизиться, вот, и продемонстрировать ей ваши примеры. Что касается того, что она пытается разводить, то эта ситуация, естественно, в расставании она винил вас. Вот, и вот, то, что лично меня насторожило, то, что она говорит, я не знаю, я вот на сумме, я адекватное мышление, вот, это, если честно, вызывает вопросы в том смысле, что, вот, ну, означает ли, да, она, означают ли её слова, означают ли её слова, что вы не были адекватны в своём поведении. Вот, понятно. То есть, вот я лично на это обратил бы внимание, то есть, как бы человек, человек свою претензию, да, он вам, в общем, как бы, высказывает, да, говорит, что вот не хватает, что не хватает ему. О, и вам, именно вам нужно, как бы, для себя вот определить, вы согласны с такой, интерпретации девушкой ситуации или нет, потому что, если, если нет, если не согласны вы, что вы поменялись, что вы поменялись, что вы изменялись, что вы стали друг другу. по-другому просто, ну, работать, ну, ситуация не будет, не будет по-другому, по-другому работать. Вот, это вот то, что я могу вам сказать, что я могу вам ответить на вопрос, который вы задаёте. А, больше, 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 сказать я пока вам не могу, вот, потому что, ну, из канала вы себе дали интернат. И, на мой взгляд, чем больше будет интернат, тем будет лучше, то есть, чего хотите вы, вот, например. Как мне дошло расставание? Вот вы говорите, что переписку она с вами не прекращает, а вот вы говорите, что переписку не прекращает. То есть, это я забыл. Почему вы считаете, что она должна делать переписку? Почему вы считаете, что она должна делать? Она именно. То есть, не вы, да, не вы, а она. Вот. То есть, вот этот вопрос, он тоже такой, достаточно важный, на мой взгляд. Вот. Да. Поэтому, я рекомендую вам, ну, на это как-то вот, тоже обратить своё внимание, да, и разобраться в этом моменте. То есть, это важно, достаточно. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его ответ в качестве лучшего. А я вам желаю всего самого доброго и удачи.